Семинар мастеров бразильского джиу-джитсу Джеффа Хиггса и Мэджида Хейджа собрал представителей всех стилей единоборств. Тренировки посещают кудаисты, самбисты, грэпплеры, бойцы ММА. Каждому есть чему научиться. Мэджит Хейдж – действующий спортсмен топ-уровня. В свои 21 неоднократный победитель международных турниров по бразильскому джиу-джитсу. Его техника считается одной из лучших в США. А коронный прием Хейджа – бейсбольное удушение – известен во всем мире. Это не просто удушающие, которые всем известны. Он их делает из тех ситуаций, которые в принципе считаются проигрышными. На спине, когда ты оказался, тебе обошли гард, взяли захват, сели на тебя сверху, забрали спину. Казалось бы, все. Оценки заработали, преимущества есть уже у соперника, но почему-то у него вся элита черных поясов засыпает один за другим. То есть он изменил именно, скорее всего, даже не технически, а психологически восприятие каких-то положений удушающих. Вот это, собственно, изменило все. Сам Хейдж занимается бразильским джиу-джитсу с 9 лет. А удушающий прием, который впоследствии стал его визитной карточкой, появился в его арсенале в возрасте 12 лет, когда спарринг-партнерами у него были старшие ребята. И одолеть их он мог только таким образом. Теперь техника монстрского удушения от Хейджа знакома и владивостокским спортсменам. Когда здесь я выполнил этот прием на первых спортсменах, было видно, что им действительно тяжело сопротивляться и подняться. А когда я уже подробно показал им, как его выполнять, они уже легче справлялись с захватом, делали все техничней и вставали гораздо быстрее. Вместе с Хейджем во Владивосток приехал и Джефф Хиггс. Он тоже из Калифорнии, но в нашем городе уже в третий раз. На каждый семинар Джефф готовит отдельную программу, которую спортсмены изучают и отрабатывают год. Так что приезжая снова, профессор джиу-джитсу может видеть собственными глазами прогресс учеников. Многие-многие сейчас ребята, изучив борьбу, ее принимают, применяют на уровне всех соревнований. Я надеюсь, что ребята, кто ходил к нам на семинар, применят в будущем году, когда начнутся с сентября наше соревнование. Я думаю, что вот это все покажет. Потому что бойцы из нашего клуба, клуба Александр Невский, постоянно применяют эту технику на всех соревнованиях. Мы стараемся их учить, потому что она очень полезна для многих видов единоборств. Применить полученные знания на практике спортсмены смогут на ближайших соревнованиях, причем в любом виде единоборств, где задействована борьба в партере. И, возможно, кому-то из них новый опыт даже в проигрышной ситуации поможет повернуть ход поединка в свою пользу. Марина Симоненко, Андрей Макаров. Новости спорта на восьмом.